День рождения крепости, индексация тарифов и кадровой перестановки президент представил новых членов правительства. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем. В стране продолжают собирать подписи за кандидатов в президенты. Мария Бушкевич вникала в политический момент. Банкоматы уходят в прошлое, уникальная операция на детском сердце и штатная процедура, когда в Беларуси появится посол США. Новый рекорд. Коронавирус захватил организм почти 7 миллионов человек по всему миру. Анастасия Шевцова узнала, как люди борются с пандемией. Протесты и погромы в американских городах, нашествие саранчи в Африке и экологическая катастрофа в России. На ТЭЦ в Норильске произошла утечка дизельного топлива. В стране объявлен режим ЧАЭС. Смена без родителей. Загородные лагеря готовятся встречать гостей. Как проследят за здоровьем детей и какую программу подготовили здравницы, узнала Анастасия Пахлёстова. В Беларуси обновилось правительство. Новым премьер-министром страны стал Роман Головченко. Ранее он занимал пост председателя Госкомвоенпрома. Николая Снапкова назначили первым вице-премьером. Должный замглавы администрации президента занял Дмитрий Крутой. Руслан Пархомович возглавил министерство строительства. Петр Пархомчик промышленности Юлий Селивестров финансов. За сферу ЖКХ теперь отвечает Андрей Хмель. Игорь Луцкий стал министром информации. Председателем комитета госконтроля назначен Иван Тертель. Дмитрий Пантус будет руководить Госкомвоенпромом. Александр Лукашенко отметил правительство ключевой орган исполнительной власти. Президент попросил чиновников собраться и незамедлительно начать работать на главных постах. Главная задача выйти на устойчивый экономический рост. Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели достижения устойчивого и сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стране от этой работы. И каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе. Нам надо заняться самым серьезным образом вопросами региональной политики. Чтобы подтянуть крупным городам районы, отстающие по уровню и качеству жизни. Примерно то, что мы начали делать по Витебской области. Помните, что все предлагаемые решения должны проходить через призму оценки их влияния на нужды и запросы человека. Достойные рабочие места, растущие доходы, доступные цены на товары и услуги. Июньские новинки, безопасные экзамены и прорыв в медицине белорусской хирургии первыми в мире провели протезирование трехстворчатого сердечного клапана ребенку. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. Посол США в Беларуси может приехать в Минск уже этим летом. Об этом ранее сообщил временный поверенный Дженнифер Мур. Американский президент Дональд Трамп выдвинул на этот пост заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она работала в американских представительствах Грузии, Украины и России. Занимала должность зампостпреда США при НАТО. Июньские новинки. С первого числа выросли цены на газ и тарифы на электричество. Плановое повышение анонсировали в конце 2019-го. Подорожали некоторые марки сигарет максимум на 25 копеек. В Могилевской области вступил в силу запрет на ловлю сама. В то же время разрешили охотиться на стальные виды речных обитателей. Вновь можно заходить в воду с удочкой или с пеннингом, использовать сразу несколько снастей и выходить за добычей на лодке. Также с начала лета Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ставка за тонну черного золота выросла на полтора доллара до 8,3. Также прибавили бензин, дизельное топливо и масла. Теперь белорусы могут снимать наличные прямо в кассе магазина. Услугу постепенно внедряют в деревнях и местечках. За раз на руки выдадут максимум 5 базовых величин. Сегодня это 135 рублей. Насбанк и Совет министров наделил правом юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей, ремонтом или оказывают услуги. В городах сервис станет доступен в 2022 году. Вытащи наличных денежных средств в организациях торговли и сервиса держателем карточек будет осуществляться с использованием кассового оборудования организации торговли и сервиса при условии достаточной суммы денежных средств на карточке а также в кассе организации торговли и сервиса. В школах в разгаре выпускные экзамены. Большая часть испытаний уже позади. Названия текстов и номера заданий объявляют по телевидению и радио. Информацию также разместили на сайте Минобразования. Проверку знаний проводят с учетом рекомендаций Минздрава. Мебель и полы обрабатывают без раствором. Часто правее требуют. Дети за партами по одному. Некоторые классы рассадили на два кабинета. Учащиеся, которые заболели коронавирусом или стали контактом первого уровня, остались дома. Их аттестовали по годовым оценкам. Проверка знаний продлится по 9 июня. Тем временем на ЦТ зарегистрировалось больше 64 тысяч абитуриентов. Почти на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Первое испытание пройдет 25 числа. Участники проверят знания по белорусскому языку. Врачи РНПЦ детской хирургии первыми в мире провели ребенку протезирование трехстворчатого сердечного клапана. В помещении находили сразу 11 специалистов, 5 дежурили на случай экстренной ситуации. На теле мальчика сделали всего 4 небольших прокола. Операция прошла успешно. Мы связались с нашими коллегами и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И они подтвердили, что эта операция в таком виде, она выполнена в мире впервые. С нашими европейскими коллегами готовим публикацию в одном из самых серьезных журналов мировых. Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 миллионов тонн нефти. Углеводороды поступали из России, Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии. В июне по трубе «Дружба» поставит еще миллион тонн. Также ждут первую партию черного золота из Америки. Между тем, в пятницу цена за бренд впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара. Стоимость фьючерса на лондонской бирже выросла более чем на 2,5%. Эксперты уверены, рост подстегнула встреча стран ОПЕК. Беспорядки в США, шторм Аманда в Сальвадоре и чрезвычайная ситуация в России. В Норильске устраняют последствия экологической катастрофы. Моя коллега Кристина Рианц держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. На местной теплоэлектростанции произошла утечка дистоплива. Гринпис уже вызвал обеспокоенность аварии и назвал сумму ущерба до 145 миллионов долларов. Экологи уверены, чтобы природа восстановилась, потребуется не менее 10 лет. Многокилометровые реки красного цвета можно разглядеть даже на спутниковых картах. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Кристина Рианц и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Политическая эстафета. В стране продолжается кампания по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси. Сегодня работает 14 инициативных групп. Команда Олега Гайдукевича прекратила деятельность. По закону претендента на главный пост должны поддержать минимум 100 тысяч человек. Во время работы каждый член инициативной группы должен держать при себе удостоверение от центра избиркома и документ, подтверждающий личность. Избиратель может поручиться сразу за несколько человек, но за каждого из предложенных лишь раз. При этом в бланке необходимо собственноручно указать полное имя, фамилию, отчество. Расписаться в таблице и поставить дату собирать подписи за кандидатов будут по 19 июня. Большинство групп соблюдают требования закона по проведению сбора подписей, по организации пикетов по сбору подписей. К сожалению, я могу сказать так не о всех. Речь идет о группе Светланы Тихановской, где вместо сбора подписей проводятся митинги, собрания, встречи с избирателями. Хочу обратить ваше внимание, что закон прямо определяет, что пикеты по сбору подписей занимаются только сбором подписей. Все общественные мероприятия, которые связаны также с выборами, проводятся в совершенно ином порядке. Для этого должны выделяться места специальные для проведения таких встреч, которые предполагают и большое количество участников. Однако все эти мероприятия в данное время могут проводиться только после получения разрешения местных властей на основе поданных заявок о проведении митингов и встреч на открытом воздухе. Как проходят пикеты в Бобруйске, Мария Бушкевич проехалась по городу. Четверг, 14.30, молодежный парк Бобруйска. Десятки людей пришли поставить подписи. Одни за супругу блогера, другие за экс-банкира, третьи за бывшего дипломата. Все происходящее в режиме стрима снимает Белсад. Штаб-квартира канала в Варшаве, аккредитации для работы на территории Беларуси нет. Зато журналисты той дела позволяют себе вольные интерпретации, выворачивают факты, искажают реальность. Тем временем оживленность заметно гаснет к вечеру. На следующий день активность введена к минимуму. Многие горожане, пришедшие оставить автограф к выдвиженцам, относятся, мягко говоря, скептически. Мы, 26, были с одним президентом. И с чем-то равняться, вот этот лучше, этот хуже, очень трудно сказать. На оперативных кадрах обыск на даче Сергея Тихановского. 900 тысяч долларов обнаружили глубокой ночью 4 июня. Следственный комитет проводит проверку. Мать блогера признается, про деньги знала. С ним зарабатывала, я зарабатывала. Жена Тихановского и потенциальный кандидат в президенты в недоумении и утверждает, якобы никогда не видела этих денег. Я нахожусь в прострации, ночь не спала. Я не понимаю, что происходит. Меня на обыске не было. Я не знаю, этих денег глаза никогда в жизни не видела. Как они там оказались? Мое такое предположение, что эти деньги они получили для, допустим, проведения вот этих сборов подписей, и для каких-то оплаты каких-то действий предвыборных, может быть, каких-то беспорядков, либо еще что-то. Ну, я не знаю. Я, допустим, зарабатываю, ну, как бы ни много, ни мало, но таких денег, допустим, за 35 лет я еще не заработал легальным путем. Выходка соратников Тихановского пригремела на всю страну в День Победы. Антипарат на 9 мая в интернете назвали провокацией. Поступок обозлил даже самых ярых приверженцев блогера. Горожане, ставшие очевидцами акции, оказались в недоумении. Свидетели войны были в шоке. Ветераны сошлись во мнении, праздник умышленно очернили. Мой дедушка воевал. Он прошел до Берлина. Он потерял сына на этой войне в Польше. То есть я знаю, что такое война не понаслышке. 9 мая, я думаю, он должен был светлым бы днем. Баталии в этот день, я думаю, были неуместны. Участки для подписи на Минской и Социалистической. И здесь практически ни души. Не состоявшись в кандидат Сергей Тихановский в СИЗО, автографы собирает инициативная группа. Активисты едва ли не на каждом пикете ставят картонную фигуру супруги. На время избирательной кампании Светлана Тихановская стала затворницей. Накануне женщина впервые вышла на контакт с людьми. Записала видео и выложила в сеть. Светлана Георгиевна Тихановская. Претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь. Зарегистрированная в установленном законодательством порядке Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. Прошло без малого две недели. Команда Светланы Тихановской рапортует об определенном количестве собранных подписей. Тем временем выдвиженец мало того, что судя по всему боится людей, так еще и не в силах без подсказки правильно назвать свой политический статус. Претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь. Впрочем, и бобруйчане в случае с Тихановским признаются. Слабо представляют, за кого расписываются. И так по всей стране. Я уверена, что если сейчас кто-то скажет, что мы выберем какого-то человека, и он нашей стране даст какой-то новый виток, и мы станем процветающей страной, ну это будет глупо. Я не знаю Светлану Тихановскую, я не знаю тех кандидатов, как они справятся. Соратники Тихановского не стесняются в выражениях. На неделе прилетела даже Лидия Ермошиной. Глава ЦИК обратилась в Следственный комитет. На одном из пикетов Ермошина усмотрела для себя прямую угрозу. Мы видим пикеты, где о кандидате-то потенциальном почти ничего нет. Все остальное – это агитация против конкретного определенного лица. Причем злобная, клеветническая, оскорбительная. В свете последних событий для многих бобручан вопрос, за кого отдать в будущем свой голос, уже не стоит. Выбор они сделали. Время показало, что наш президент достоин того, чтобы мы его поддержали. Четверть века он борется для того, чтобы народ жил достойно. Эксперты отмечают, за последние четверть века страна смогла обрести независимость, поднять экономику. Беларусь отвечает на любые международные вызовы, выстраивает добрососедские отношения в СНГ. Страна – видный игрок на мировой арене. Мне кажется, новый кандидат, он как бы не готов к этой должности, поэтому особо выбирать не из кого. Все достижения Беларуси – труд миллионов людей. Самое время понять, что попытка обесцени сделанная – билет в один конец и шаг в никуда. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан. Итоги недели. Страны ЕС собираются обеспечить вакцины от COVID-19 всю Европу. Инициативу проявили Германия, Франция, Италия и Нидерланды. На программу иммунизации в течение четырех лет выделят свыше 8 миллиардов долларов. Эксперты уверены, для успеха понадобятся совместные стратегии и инвестиции. Альянс уже ведет переговоры с мировыми фармкомпаниями. Сейчас в мире разрабатывают более 130 спасительных сывороток, 10 проходят клинические испытания. Самое важное, кроме сбора денег, это сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 смогли бы воспользоваться все. Потому что она представляет собой общемировое благо. Между тем, COVID-19 заболели почти 7 миллионов человек во всех уголках планеты. Выздоровели свыше 3,5 миллионов. Более 400 тысяч жизней спасти не удалось. Самая драматичная ситуация все еще в США. На втором месте Бразилия замыкает тройку Россия. Как мир противостоит пандемии, моя коллега Анастасия Шевцова собрала все, что известно к этой минуте. Пандемия не утихает на южноамериканском материке. В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей за сутки – 1349. Болезнь унесла больше 33 тысяч жизней. Там зафиксировано свыше полумиллиона случаев COVID-19. Люди умирают, и я скорблю. Но их умрет еще больше, если мы продолжим разрушать экономику и ведем локдаун с ограничительными мерами. Ситуация в Европе стабилизируется. Карантин снимают в некогда эпицентре пандемии – Италии. 3 июня на полуостров разрешили въезд гражданам ЕС – Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Для туристов отменили двухнедельную изоляцию. Жители страны также теперь могут беспрепятственно отправляться в другие регионы. У меня маска на руке, если понадобится, сразу ее надену. Мы уважаем правила – нужно сохранять дистанцию от людей. Но в стране нужно восстанавливаться и возобновлять работу. Немного страха должно оставаться, чтобы мы могли сохранять бдительность. Но нельзя, чтобы страх нас блокировал. Наверное, самым странным, мне кажется, то, что все вокруг носят маски. Это возвращает к реальности. Сегодня чудесный день, светит солнце, люди гуляют хоть и немного. Но все магазины пусты, поскольку люди боятся что-то примерять. Восстановление очень медленное. Поэтапно снимает ограничения Ирландия. В стране открывают фермерские магазины и рынки, оптики и авторемонтные мастерские. Власти рекомендуют носить маски. Если все пойдет хорошо, мы перейдем к новому этапу открытия нашей страны. Будем смотреть на ситуацию каждые три недели. Следующее подведение итогов состоится 5 июня. Чтобы двигаться вперед, надо следовать рекомендациям. В июле Евросоюз откроет внешние границы. Пока же попасть в старый свет можно лишь при наличии справки об отсутствии коронавируса. Сделать тест на COVID-19 белорусы могут в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Цена чуть больше 41 рубля. В нелегкой борьбе заразы помогает плазма крови переболевших. В Беларуси ее сдали более 300 человек. Одним из добровольцев стал председатель профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шила. В соответствии с утвержденным методом лечения Министерства здравоохранения, плазма действительно дает эффект при лечении данных пациентов. И результат, и это мировая практика. Поэтому я сегодня призвал бы всех, кто может по состоянию здоровья, оказать помощь и прийти на донорские пункты. Они организованы по всей стране. Сообща против вируса. Накануне в страну прибыла партия гуманитарного груза из Польши. 47 фур доставили аппараты ИВЛ, лекарства, средства индивидуальной защиты, в том числе несколько миллионов одноразовых масок и перчаток, антисептики и ПЦР-тесты. На сегодняшний день основной груз, который на сегодняшний день необходим, это антисептические, дезинфектанты в таком хорошем большом количестве, это средства защиты и это аппаратура дыхательная. Аппаратура, которая на сегодняшний день, ну, скажем так, частично востребована, но мы рады, конечно, помощи, оказанной вовремя. В столице больницы скорой медицинской помощи вернулась к привычному режиму работы. Ранее одно из отделений перепрофилировали в инфекционное. Пациентов с COVID-19 принимали чуть меньше месяца. В приемном отделении организовали красную зону с отдельным входом. Отделение было рассчитано при лечении коронавирусной инфекции на 60 коек. Аппаратов было достаточно для всех. Если бы нужно было подключить 60 человек, мы бы подключили 60 человек. То есть у нас в каждой палате по несколько тазаторов кислорода, и при необходимости можно было раздвоить эту подачу кислорода. И были также концентраторы перевозные. Привычное русло приходит жизни в Бобруйске. Свои двери вот-вот распахнет театр. За три месяца затишья труппа времени зря не теряла. Для зрителей подготовили сразу три премьеры. Покажут и новинки этого года. Спектакли «Старая зайчиха» и «Тень гамлета». Организуют вечер, посвященный Бродскому. В день открытия пройдет поэтический вечер Анны Ахматовой. Я бы даже назвал бы это не спектаклем, я бы назвал бы это какой-то домашней какой-то встречей между людьми, которые любят поэзию. Поэтому мне очень приятно вообще выпускать такие вещи, как и в прошлый раз будет свободный микрофон, и любой зритель может выйти и показать. В театре продолжают соблюдать меры профилактики инфекции. Регулярно проветривают и проводят дезинфекцию. Зрители будут рассаживать в шахматном порядке. Анастасия Шевцова, Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели. Дети в интернете. 6 июля в Беларуси стартует экспериментальный проект «Летний онлайн-лагерь». Участники должны будут в указанное время зайти на специальный сайт, где смогут пообщаться с вожатами, получить задания, поучаствовать в мастер-классах. Команда пока разрабатывает программу, планирует набрать 4 смены по 30 человек. Записаться в лагерь могут лишь подростки от 12 до 15 лет. Регистрация проходит на сайте Республиканского волонтерского центра и в соцсетях. Надеемся, что на следующий год он просто будет более масштабный, обширный и получит острый интерес у наших детей. То есть, таким образом, мы и студенческую молодежь содействуем, и организовываем непосредственно отдых и оздоровление детей в летний период. Лето, солнце, жара. Реальные лагеря тоже готовятся к сезону. Пандемия вмешалась в особенности работы здравниц. Тем не менее, первые заезды пройдут уже 15 июня. Анастасия Пахлёстова увидела, каким будет отдых. В лагере Щатково с нетерпением ждут первую смену. Летом здесь отдохнут и наберутся сил 165 детей. Администрации и воспитатели уверяют – всё готово. К сезону 2020 в столовой заменили 12 окон – деревянные на пластиковые стеклопакеты. В кухню купили шкаф для хлеба и булочек. Сделаем косметический ремонт в номерах и поддерживаем надлежащий порядок. Коронавирус внёс справки в культурную программу. Игры и занятия кружков по интересам будут проводить для каждого отряда в отдельности. Сотрудники здравницы позаботятся, чтобы дети проводили много времени на свежем воздухе. В распоряжении футбольное поле, теннисные столы и беседки. На случай непогоды хватает развлечений под крышей. В игровой бильярд, настольный хоккей, футбол. Здесь можно просто порисовать или отдохнуть у камина. Для профилактики инфекции в столовую брали половину столов. Теперь мебель стоит шагом в полтора метра. Повсюду банки с антисептиком. Во время заезда воспитатели и подопечных измерят температуру. Дистанцирование первым делом. Родители не допускаются во время смены. Это уже предупреждены все родители. Антисептические средства, масочный режим для персонала, обслуживающего. Мечта перенесет воспитанников в экзотические страны. На стенах в игровых новенькие росписи. Мотивы Китая, Италии, Бразилии. Очень большой сделали мы объем работы по подготовке жилых корпусов. Нам в этом году удалось отремонтировать последний корпус, где у нас живут самые маленькие дети. В каждом корпусе по две душевые комнаты сделали дополнительные. Во время смены к детям приедут театральные трупы, солисты и кавер-бенды, экскурсоводы музеев. Прежде чем попасть на территорию здравницы, гости должны будут показать справки о состоянии здоровья. У нас предусмотрены здесь кружки по интересам, которые будут. Это и бисероплетение, это и художественные кружки. Мы сделаем немножко разъединение старших детей с младшими детьми. На сегодняшний день у нас закуплены все дегляционные средства, которые необходимы для уборки помещений, для антисептики, для обработки рук. Помимо этого, естественно, имеются маски для сотрудников. В Бобруйском районе детей также примут в ромашки, птичьи и бобренки 2010. Стоимость путевки зависит от возраста ребенка. Цена колеблется от 400 до 500 рублей. Отдельные категории граждан могут рассчитывать на дотацию от государства в размере 205 рублей. Загородные оздоровительные лагеря примут ребят на оздоровление с 15 июня. С 8 июня начнут свою работу оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, которые функционируют на базе учреждений общего среднего образования и дополнительного образования. Также с 8 июня начнут работу лагеря труда и отдыха. Летом в районных оздоровительных лагерях отдохнут 7 тысяч маленьких белорусов. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан. Итоги недели. Накануне Бобруйской крепости исполнилось 210. Цитадель заложили 4 июня 1810 года. Её создавали на территории старого города для обороны западных границ Российской империи. Инженером проекта выступил Карл Аперман. Сооружение пережило нашествие Наполеона, восстание декабристов, гражданскую Первую и Вторую мировую войны. Исторический комплекс входит в список культурных ценностей Белоруссии. На неделе в городе на Березине отмечали ещё одну годовщину. Технологический колледж справил 75-летие. С первых дней кузница кадров подготовила свыше 12 тысяч швей портных визажистов-парикмахеров. Некоторые выпускники покорили модный Олимп за дизайнерскими коллекциями. Одежды от Жени Босяковой итальянки выстраиваются в очередь. Мария Бушкевич присоединилась к поздравлениям. Шум от швейных машинок разносится до конца коридора. В мастерской технологического колледжа с утра кипит работа. Первокурсницы осваивают азы профессии. Вскоре уверены педагоги, подопечные смогут работать даже с закрытыми глазами и создавать от постельных принадлежностей до модельного пальто. Оденут и себя, и близких. Юбку можно изготовить за два дня. Кто-то может её за один день изготовить. Платье у нас выделяется в принципе пять занятий. В соседней аудитории колдуют над вечерними прическами, оттачивают навыки макияжа. Студентки признаются, подружки искренне завидуют. С таким багажом знаний хоть на фотосессию, хоть на выпускной. Мастерам под силу любые формы. Каскад, боб, градуированные коры и модные пикси с удлинённой чёлкой. Мне, пожалуйста, просто подровнять кончики. В этом году колледж примет более сотни новых студентов. В списке специальностей – швея, портной, визажист, парикмахер, мастер производственного обучения и техник-технолог. После выпуска каждого обеспечивают работой. У нас очень тесное сотрудничество налажено с базовыми организациями, с организациями заказчиков и кадров. Это открытое акционерное общество «Славянка», «Бобрусь-трикотаж». Парикмахерское направление представлено частным бизнесом. Три года обучения пролетают незаметно, признаются студенты. За это время колледж становится вторым домом. Есть спортивные секции, как волейбол, футбол, баскетбол. Я занимаюсь волейболом, и мне это нравится. У нас в колледже есть студия «Ровесник», в которой я пою и занимаюсь ведущей деятельностью. Мне очень нравится петь, поэтому как только у нас есть какое-нибудь мероприятие, я сразу же готова выступить. 1 июня технологически отпраздновал 75-летие. Сперва ровесник Великой Победы восполнял потребности страны в одежде и кадрах. Спустя три четверти века победы продолжаются. Призовые места на конкурсах WorldSkills – «Роза ветров». Светлана Третьякова работает в колледже 14 лет. Коллекция ее «Дизайнерской одежды» получила высокую оценку жюри на «Мельнице моды». Плащевая ткань, сложная техника нанесения орнамента. Чтобы воплотить модели в жизнь, ушел год. Когда модели вышли в мои коллекции, я испытывала чувство волнения и гордости за то, что все-таки мы вышли в финал, и мы сделали это. Среди бывших учащихся и бобруйчанка Женя Босякова. Сегодня вещи из ее коллекции носят в Италии. Преподаватели колледжа отмечают – потенциал есть в каждом. Мария Бушкевич, Андрей Богдан. Итоги недели. Дело Флойда. Аманда разыгралась и беспощадное нашествие в Восточную Африку заполонило саранча. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристини Арианц. В Штатах не прекращаются протесты против расовой дискриминации. Из-за нестабильной ситуации цепили периметр Белого дома. В Нью-Йорке каждые сутки арестовывают около 300 человек. Власти опасаются, что акции протеста могут спровоцировать новую волну заражений коронавирусом. Еще одна проблема – мародерство. По всей стране из-за ограблений закрылись магазины. Люди ощущают нехватку продовольствия. Тем временем обвинения против полицейского, который убил афроамериканца Джорджа Флойда, ужесточили. Теперь это непредумышленное убийство или умышленное без предварительного плана. В Норильске объявили чрезвычайную ситуацию. На местной ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Загрязнено около 100 квадратных километров. В грунт попало почти 6000 тонн нефтепродуктов, водные объекты – 15. Ущерб пока оценить сложно, но он может вылиться в несколько десятков миллиардов российских рублей. По словам экспертов, природа будет восстанавливаться десятилетия. Авария произошла из-за разгерметизации резервуара. Позже на совещании президента РФ Владимира Путина глава МЧС констатировал, информация поступила в ведомство лишь спустя два дня. Глава страны поручил силовикам оценить работу местных чиновников. 26 человек стали жертвами шторма Аманда, который бушевал в Центральной Америке. Большинство погибших в Сальвадоре. В стране успели эвакуировать 8 тысяч жителей. По предварительным подсчетам от наводнений и селий пострадало около 24 тысяч семей. Разрушено около 500 домов. До сих пор сохраняется красный максимальный уровень опасности. Вместе с Амандой в регион пришел еще один шторм – Кристоболь. Он движется на юго-восток вдоль побережья Мексики. Восточная Африка страдает от нашествия саранчи. Рой способен съедать в день столько же, сколько и 35 тысяч человек. Если ситуацию не удастся исправить, без еды могут остаться 5 миллионов жителей. Нашествие связано с сильнейшей за последние 20 лет засухой. По мнению экспертов, продовольственной и сельхозорганизации единственный способ избавиться от насекомых – распылить яд с воздуха. Но на это нужны средства. ООН уже выделила Африке 10 миллионов долларов. Не хватило. Саранча размножается быстрее, чем погибает. Некоторые фермеры в регионе потеряли весь урожай. В декабре стая вынудила пассажирский самолет изменить курс. Особи попадали в двигатели, разбивались аноз и иллюминаторы. Форбс составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. Вместе они заработали 6 миллиардов долларов. Это на 200 миллионов меньше, чем в прошлом году. Доходы сократились впервые за 4 года. Первое место у Кайли Джейнер. Она заработала 590 миллионов. Более половины модель нажила благодаря своей косметической линии. Вторая строчка у рэпера Канье Уэста. 170 миллионов. Основная часть – доход от сделки по производству кроссовок. Тройку списка замыкает Роджер Федерер со 106 миллионами. Он первый теннисист, которому удалось стать самым дорогим спортсменом в рейтинге. Криштиану Роналду заработал чуть меньше 105 миллионов и разместился на четвертой строчке. Зато у многомиллионной армии поклонниц этот футболист будет всегда на первом месте. У меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Риан с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова